Привет всем! В этом видео продолжение обзора покупки на сайте промо.ua, а именно глины для лепки разной ценовой категории от разных производителей. В предыдущем видео я делала обзор дешевой глины для лепки. Оно уже есть у меня на канале, вы можете посмотреть. Где я слепила из дешевой глины синего цвета. Вот такой вот кувелдик. И из белой глины шарф для своего винтажного снеговика. И еще в предыдущей посылке были карандаши цветные 36 штук, с помощью которых я уже нарисовала перо павлина, павлиный глаз. И это видео тоже уже есть на моем канале. А в этом видео я буду смотреть глину для лепки других производителей и уже более дороже. Итак, начну открывать. Итак, что у нас здесь? Глину я выбирала такую, чтобы не нужно было запекать. Итак, у нас тут четыре позиции. Это масло для моделирования самозастывающее. Фирма Manjo Script Dry. Я не знаю, как это верно читается. 500 грамм, терракотовая, 83 гривена. Следующая самозастывающая масса Дарви, 160 грамм. Легкая, прочная. И, как говорится тут, что она может плавать. Следующая самозастывающая масса тоже Дарви, 250 грамм, терракотовая. И самозастывающая масса Дарви, 500 грамм белая. Посмотрим. Так, достаю. Вот. И, как видно, уже на упаковке, что можно из этого сделать. Разного рода бюджетерия. И такая вот довольно надутая она упаковочка-то с воздухом. Ой, лопнуло что-то там. Но чувствуется под пальцами, что глина очень мягкая. Масса для моделирования. И тут написана инструкция, судя по всему, по использованию данной глины на русском языке. То есть можно прочитать. Сейчас я все достану. Это у нас Скульпт Драй. Вот. Скульпт Драй. Терракотового цвета. На ощупь очень твердая. Очень твердая. Так. Следующая у нас Дарви Классик. 500 грамм. Красивые упаковочки. Ну, это помягче, чем предыдущая. И последняя. Тоже Дарви. Она какая-то самая тяжелая. Терракотового цвета. 250 грамм. Тоже вот такой вот красивой упаковочке. Также с обратной стороны написано на русском языке, что это масса, затвердевающая на воздухе, моделирующий материал. Перед применением следует тщательно размять. Гладкость придается пальцами, смоченными в холодной воде. Время высыхания 24 часа. При высыхании не трескается. Повторяет фактуру глины. Тяжелая. Обрабатывается наждаком. Вот так вот. То есть после изделия нужно пройтись наждаком. Изделия можно сверлить, декорировать, покрывать лаком. Хранить в плотно закрытой таре. Не пользоваться детям до трех лет. Во избежание проглатывания кусочков массы. То есть детям эта глина не игрушка. На этой Дарви Классик 500 грамм с обратной стороны также написано на русском языке то же самое, что и на терракотовой. Тоже очень-таки они тяжеловатые. Так, тут написано что-то на русском. Да, тут написано на украинском языке. Масса для моделирования. Мягкая, легкая в работе. Твердая и крепкая. Не нужно ее запекать. Сформировать детали очень легко. Тут пишется. Объединяется между собой без клея. Затвердевает на воздухе. Для полного высыхания требуется 24 часа. Необходимо тщательно моделировать. Нужно смоченными в воде руками. Можно полировать наждаком. Раскрашивать, покрывать лаком. И закрывать также с закрытой упаковки. Тщательно закрытой. На мисточке для здоровья речевым. То есть не вредит здоровью. Так, что у нас у Дарви Экстра Лайт. Экстра легкая. Она действительно очень легкая. Но почему она такая вздутая? Может это так и надо? Что тут написано с обратной стороны? Так, что это? Легкая плавающая затвердевающая масса. Затвердевающий в воздухе легковесный моделирующий материал с минимальной усадкой. Идеален для изготовления открыток и других проектов. Где необходимо, чтобы некоторые элементы оставались почти невесомыми. Так как это пластика гипоаллергена, а ее консистенция чрезвычайно мягкая и легкая в работе. Она идеальна для отпечатывания детских ручек и ножек. Прикольно. Также подходит для работы и техники объемного декупажа. Не утяжеляет панно. Перед применением тщательно размять. Работать следует влажными руками. Материал брать небольшими количествами. Затвердевает в воздухе при обычной температуре. В зависимости от толщины слоя в течение 24 часов. После высыхания не трескается. Очень легкая. Поверхность матовая. Готовые изделия можно шлифовать наждачной бумагой. Обрабатывать резцом. Сверлить. Декорировать с помощью акриловых красок. Покрывать лаками на водной основе. И на основе синтетических смол. Хранить плотно, упаковав в полиэтиленовую пленку. И в плотно закрытой таре. Это то, что я вам показывала в предыдущем видео. Рабочие инструменты и руки мыть в теплой мыльной воде. Не рекомендуется для использования детям до 3 лет. Во избежание проглатывания кусочков массы. Понятно. Ну что, начнем вскрытие данного продукта. Оно такое надутое. Это что ж такое? Так. Так, 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 так. Смотрите, какая она белесенькая тут. Вообще белая-белая. Цвет уже мне очень нравится. Ой, ой, какая она мягкая. Какая она мягкая. Какая она нежная. Боже. Она очень нежная, эта масса. Супер. Я сейчас не буду с нее ничего лепить. Я ее упакую в плечевую пленку и положу в контейнер, чтобы она не застыла. А уже в следующих видео я покажу, что я с нее буду лепить. Очень. Пятерочка с плюсом просто. Такая мягенькая, как зефирочка. Легенькая. Боже. Вообще, красота. Так, тебе пять с плюсом. Сейчас я ее упакую. Смотрите, вот так этот выглядит полный кусок. Я достала. Он весит, сейчас вам скажу, 160 грамм. 160 грамм весит этот кусок. Это, по-моему, меньше или так же, как мобильный телефон. Очень легенькая. Сейчас я запакую. Вот я пищевую пленочку подготовила. И заматываю нашу массу. Очень тщательно и старательно, чтобы не попадал воздух. А когда нам будет необходимо, я эту массу распакую с пищевой пленочки. Все. Наша красота теперь может храниться долго. Все. И отправлю в контейнер для хранения. Пока я дойду до нее и начну не пользоваться. Она будет храниться там. Так, теперь я хочу посмотреть на массу терракотового цвета этой фирмы. Скульпт Драй. Она очень тяжелая. По сравнению с той, она, конечно, супер тяжелая и супер твердая. И, вы знаете, по ощущениям, она мне уже кое-что напоминает на ту глину, которую я в прошлом видео. Синего цвета, да-да. Надеюсь, не такая же. Как я вижу, тут она тоже не упакована. То есть, я распечатала и вижу, что она не хранится в пленочке. Потому что те дешевые глины в предыдущем видео, если вы помните, они и в таких упаковках были, да. А при открытии они еще, сама глина, сама масса была упакована в полиэтиленовый клееночку. Ого, что-то она не хочет отрываться. Она не хочет доставаться отсюда и не хочет открываться, отрываться. Ну вот маленький кусочек мне получилось отсюда оторвать. Ну, в принципе, в принципе, на ощупь нормально. И, знаете, как уже пластилин, который хорошенько размяли, но это я только смогла оторвать маленький кусочек. Не сильно пачкается, не так, как из дешевых я тестировала. То у меня, если вы помните, все руки были в глине, а это нормально. Не пачкается так сильно. Ну, тут уж она плохо отрывается. Надо будет разрывать полностью упаковку тогда, чтобы отрезать нужный кусок и запаковать в пищевую пленку для хранения. И посмотрю, что можно с нее слепить. Ну, интересно. Пока для меня не совсем понятно, но я вижу, что из этого можно слепить. Так. Теперь мне же надо запаковать ее. Так же же она высохнет, правильно? Сейчас я займусь этим. Легким движением руки. Открывается полностью. И таким макаром мы можем извлечь ее из упаковки. Теперь я опять-таки в пищевую пленочку обмотаю и в контейнер на хранение. Ой, а что за запах? Ой, такое... Оно еще и запах имеет? Понюхайте. А, вы же не сможете услышать запах. Такой запах специфический, но не сильный такой, не химией какой-то, не синтетикой. А мне даже чем-то напоминает ореховый запах миндаля, смешанный с красками. Но не сильно такой вот выразительный запах, но имеется. Вот, в пищевую пленку я ее запаковала, эту массу. И отправляю в контейнер на хранение. Следующая у нас глина для лепки одной фирмы, Дарви. Может она называется как-то по-другому, но я читаю так. Я в школе немецкий вообще учила, поэтому для меня это Дарви. Начну с терракотовой, 250 грамм, тяжеленькая. Она также не упакованная внутри пленочкой. Вот, имеет такой более морковный цвет, более терракотовая. И отрывается она и ломается лучше, чем фирмы Скульпт Драй предыдущей, которая только что упаковала. Так, посмотрим. Так, и что я вижу? Что она уже пачкается. Ой. Ну, еще терпимо, знаете, терпимо пачкается. Видно, что микротрещин нет. Что действительно, как и писали, микротрещин нет. Вот, смотрите, уже лепешечка такая получается. Видите? Руки нет. Ну, не сильно она пачкает. Интересно. Запах менее выраженный. Запаха даже практически вообще нету. Едва-едва слышно что-то. У того, у этой Глены более выразительный запах по сравнению с этой. У этой практически его нету. Очень приятненькая, очень мягенькая. Мне вот этой фирмы больше понравилось все-таки. Этой больше мне нравится. Она какая-то на ощупь приятнее, мягче. Нет выразительного запаха. Нет микротрещин. Подается легко вот такому массажу пальцами. Очень легко лепится. Прикольно. Так, надо ее тоже упаковать в пищевую пленку и отправить на хранение. Вот, замотала тоже в пищевую пленочку. И отправляю на хранение. Давайте посмотрим этой же фирмы. Классик. Цвет классик. Наверное, при высыхании оно будет выглядеть вот так вот. Довольно-таки очень интересно. Как бы под камень, да? Посмотрим. Ух тыжка. Посмотрите на этот цвет. Он же белоснежный. Это шикарнейший цвет. Ой, как красиво открыла. Ой. Надо было, наверное, руки помыть. Смотрите, видите, как она отрывается вот так вот слоями. Она уже не совсем такая, а нет. Смотрите. Отрывается вот так вот кусочками. Но, когда начинаешь разминать в руках, она очень легко подается лепке. Руки, конечно, надо было перед этим помыть после терракотовой глины, чтобы не пачкать. Но это я взяла кусочек только. Замечательная тоже глина. Пятерочка. Пятерочка. Вот таким вот образом. Теперь я для себя определила, какого производителя я буду брать глину для лепки. Великолепно. Ну, видно, что маленькие микротрещинки появляются. Но там же ж написано у нас в инструкции, перед лепкой и моделированием фигуры нужно руки смочить. Но я пока этого делать не буду, потому что лепить сейчас я не буду. Вот я просто вам показываю наглядный пример, что она очень хорошо разминается. Она очень мягенькая. Прикольно. Понравилось. Сейчас я ее тоже упакую в пищевую пленку и отправлю на хранение. Вот я ее упаковала в пищевую пленку, затем обратно в эту упаковочку. И это все мое богатство. Я положу на хранение в бокс. Куда я там? В контейнер. Что я могу сказать? Мои итоги по глинам, которые я приобрела, разной ценовой категории от разных производителей. Мне очень это понравилось. Мне понравилось это. Экстра легкое. Замечательное. Но она, она, она. И самая дорогая. Она 108 гривен. Это самая дорогая глина. Что могу сказать про эту скульпт драйд от этой фирмы? Мне она... Ну, в общем, я ее брать не буду. Я ее брать не буду, потому что она очень твердая. Тоже нужно максимум приложить усилия. И как-то она не так мне понравилась, как остальные глины. Вот эти, да. Вот эти пятерочка твердая очень понравились. Этими я буду пользоваться и в дальнейшем, и покупать от этого производителя. 500 грамм стоит. Может, сейчас и дороже, ребята, когда вы смотрите видео. Но вот эта белая стоит 67 гривен, 73 копейки, 500 грамм. Ну, в принципе, не так-то и дорого на нынешнее время. И терракотовая 250 грамм. 44 гривны 67 копеек. Чтобы я взяла бы и брала бы в дальнейшем какую глину из дешевых, да, то есть самой низкой ценовой категории, с прошлого видео, которое я делала обзор на дешевую глину, я бы, конечно, брала... Отвалилась рука. Я бы, конечно, брала белую глину вот этого производителя. Дозен. Да, 500 грамм, 28 гривен. Ну, вообще, копейки. Вот, в прошлом видео я слепила вот такой вот шар для своего винтажного снеговика. Где-то тут рука потерялась его. Вот, надо приклеить ручку, потому что она так хиленько. Так. Это твердая, тоже пятерочка. Ну, по поводу Терракотова я не знаю. Может, тут было неправильно. Тоже этой фирмы Дозен, тоже 28 гривен она стоила. Ну, меньше по граммам. 250 грамм. 28 гривен. А, извиняюсь, вот это стоит 47 гривен, а это 500 грамм, а это 28 гривен, 250 грамм. Она какая-то уже мокрая, потная вся приехала. И, видите, тут уже была упаковка. Вот она до сих пор мокрая, почему-то я не знаю. Но, может, при высыхании она будет просто идеальна, я еще не знаю, я обязательно не попробую и сниму специально для этого видео. Пока я в замешательстве. Буду я ее брать в дальнейшем. Для этого, наверное, нужно что-то из нее сделать, чтобы понять, брать мне в дальнейшем от этого производителя глину или нет терракотового цвета. Что-то не запихивается. Ну, и, конечно, какую я ее точно брать не буду. Это вот это. 250 грамм синего цвета масса. Та-дам! То есть, непонятно, что это такое, для чего оно. На русском тут ни слова не написано. Срок годности я тоже не вижу. Возможно, тут давно вышел срок годности, и поэтому оно сейчас вот в таком состоянии. Но вижу, что тоже тут производитель, как мы видим, дозан. Что-то там еще, какие-то китайско-японские иероглифы. Ну, я не знаю. Но нет. Но брать я точно не буду. Хранить я все это буду вот в таком вот контейнере. Покупали мы его для там, где пищевой отдел. Это судочки, в принципе, либо для еды, либо для хранения фруктов, овощей. А у меня будет храниться тут мое богатство. Здесь оно все поместится. Если не поместится... ой, не поместилось все. Ну, в общем, а то, что не поместится, я замотаю еще хорошенько в кулечек, либо найду для него поменьше контейнер, и буду хранить там. Вот. Такой вот, в принципе, весь сам принцип хранения. запаковывайте каждую отдельно глину, массу в пищевую пленку и храните в таких контейнерах. Тогда она у вас не обветрится, не засохнет, не затвердеет. Будет храниться долго и счастливо. Так, а для этого и для этой я найду что-нибудь поменьше. В принципе, кулечек замотаю, положу сверху на контейнер, пока будет так. Такой был обзор. У меня массы глины для лепки. Если вам было полезно это видео, интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, делитесь своим опытом, какой вы пользуетесь массой и глиной для лепки, что у вас из этого получается. и в дальнейшем будут конечно же обязательно видео поделок из этих масс, из этой глины. Обязательно вам покажу и расскажу и что из этого получилось, а что может не получилось. Пока на этом все. Вам всего наилучшего, вдохновения, творческих множества, идей прекрасных. И до новых встреч, увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok